Специалисты Кировской гороэлектросети приступили к летней ремонтной кампании электрических сетей города и района. Запланированный объем работ внушительный. От ремонтов укладки и протяжки кабельных и воздушных линий электропередач разного напряжения до замены опор наружного освещения. В списке также ремонт оборудования трансформаторных подстанций, в том числе замена силовых трансформаторов, которые преобразуют и направляют электроэнергию в дома кировчан. На распределительной подстанции номер 2 ведется замена силового трансформатора. Работы плановые. От этой подстанции питается чуть ли не половина Олимпийской, включая оба торговых центра. Специалисты Кировской гороэлектросети выполнили капитальный ремонт оборудования и теперь возвращают его на место. Подключение происходит при полном контроле параметров, которые отображаются на этих экранах и датчиках. И все это капля от того объема работ, который и предстоит выполнить за летнюю ремонтную кампанию. Это ремонт кабельных и воздушных линий 6 кВт, кабельных и воздушных линий 0,4 кВт, оборудование трансформаторных подстанций города Кировска, сетей наружного освещения. В настоящий момент предприятием проведены все плановые высоковольтные испытания кабельных линий 6 кВт и приступили соответственно к ремонтным работам. В общей сложности будет заменено более 1700 метров кабеля и порядка 50 опор воздушных линий электропередачи. Кроме того, еще не завершен проект по освещению автодороги между городом и микрорайоном Кукис-Вумчор. Кировская гороэлектросеть намерена участвовать в Оксоне на выполнение заключительного этапа. А еще энергетики рассчитывают реализовать в рамках программы энергоэффективности свой проект по модернизации уличного освещения. Программа рассчитана на 5 лет, имеет очень хороший энергоэффективный результат. Окупаемость в пределах 5 лет, то есть в пределах реализации самой программы. И решается вопрос снижения энергопотребления с 2200 млн кВт до 1,8 млн. В Кировске уже установлено около 300 таких светильников. Их энергопотребление на 45% ниже. Все работы по проекту Горэлектросеть выполнить самостоятельно, без привлечения сторонних организаций. И если депутаты идею поддержат, в ближайшие годы будет заменено еще более 2000 светильников. В проект также включены и те участки, которые еще пока не освещены.